Первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром и концерт для оркестра Бартака. Музыкальные шедеры всегда радуют ценителей подлинного искусства. Эти звуки заставляют вслушиваться и воображение рисуют яркие образы. Мир, эпоха, имена, международный музыкальный фестиваль традиционно раскрывает яркие жемчужины творческих коллекций. Генеральная репетиция торжественного закрытия. Нам удалось присутствовать на завершающем этапе фестиваля. Настоящий сюрприз для всех меломанов приготовили организаторы. Ульяновский симфонический оркестр под руководством Сергея Фирулева выступит совместно с Борисом Спасским. Если исполнитель умеет зарядить своим искусством, своей игрой сердца зрителей, то тогда зритель откликается ему тем же эмоциональным состоянием. Поэтому люди едины. Пианист с мировым именем покорил страны Европы. Шопен, Шуман, Лист. Ему близко творчество композиторов-романтиков. Музыкальная школа, Гнесинское училище в Москве. Борис Спасский начал учиться игре на фортепиано в 10 лет. Никакого давления со стороны родителей. Выбор в пользу музыкальной карьеры сделан Борисом самостоятельно. Не менее 4 часов ежедневных репетиций. Регулярные гастрольные турне. На все уходит много сил и энергии. Однако результат того стоит. Исключительный пианист. Виртуоз без позерства. Так отзываются о талантливом исполнителе-критике. Музыкант уже выпустил два компакт-диска. Это своеобразный отчет о творческих достижениях. О дальнейших проектах Борис предпочитает не говорить. Но известно, что впереди у него концерты в Европе, Америке и Азии. Теплые воспоминания пианист увезет и из нашего города. В Ульяновске я уже играю третий раз. И я полюбил искренне этот город. Вы знаете, вот когда вы стоите на скале и смотрите на Волгу, это замечательно. Когда вдыхаете этот воздух, то сразу встают какие-то фантастические картины перед глазами. И вспоминаются строчки Бунина. Ночь печальна, как мечты мои. Он находит прекрасное в самом обыденном. И атмосфера каждого города вызывает в памяти музыкальные зарисовки того или иного композитора. Необъяснимые ассоциации возникли и в Ульяновске-Симбирске. Наверное, все-таки Рахманинов. Чуть-чуть ностальгии есть в этом городе. Чуть-чуть. Услышать знакомую, любимую, прекрасную музыку можно сегодня на торжественном закрытии фестиваля в здании Ленинского мемориала. Татьяна Домоданова, Сергей Ямин. Утро с репортером.